Эти съемки были сделаны еще в начале марта, но обнародованы только сейчас. Это видео с нагрудной камеры украинского медика и волонтера Юлии Паевской. Ее еще называют Тайрой. Блокадный Мариуполь. Паевская фиксировала, как и она, и другие медики оказывали помощь местным и военным. А еще то, как даже у медиков сдавали эмоции. У них на руках умирали Тихо, тихо, тихо. Ручка болит. Направление. Сердце. Тихо, тихо. С**, я доверю. Организовала свой подраздел Ангела Тайра, который уже сейчас знают во всей Украине. Рятувала на поле боя и наших раненых. До речи, надавали допомогу и російським раненым, как это, власне, предбачено всеми конвенциями. С середины марта Юлия Паевская, автор всех этих видео, вместе со своим водителем, находится в российском плену. Об этом говорят как ее друзья, так и корреспонденты Associated Press. Они последние международные журналисты, которые покинули блокадный город. И именно через них Паевская передала флэш-карту с записанным видео из Мариуполя. Это Тайра, Юлия Паевская. Меня зовут Юлия Паевская. На флэшке, которую вам передали, информация по раненым за все время до сегодняшнего момента. Позже Паевскую показали в эфирах кремлевских телеканалов и представляли как работающую на полкозовную. Ее друзья и коллеги это отрицают. Неделю назад украинские военные, которые еще находились на Азовстале, во время пресс-конференции сообщили, что им ничего не известно о местонахождении Паевской. Сейчас о судьбе своих сослуживцев после выхода с комбината не знают и военные в других регионах. Олег Суперека командует подразделением Кракен, которое относится к полку Азов и сейчас дислоцируется в Харькове. Пока что у нас не очень много новин. Мы знаем, что они живы, что каким из них действуется медичная допомога. На жаль, это все. В Министерстве обороны России заявили, все вышедшие и нуждающиеся в лечении украинские военные с Азовстали помещены в медучреждения вне подконтрольных Киеву, Новоазовске и Донецке. А главарь так называемой ДНР Денис Пушилин добавил, те, кто находится в хорошей форме, отправили в колонию строгого режима. Одна из таких колоний находится тоже в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области. Эти кадры были опубликованы 19 мая. На них украинских военных содержат помещение с двухъярусными кроватями. На камеру они говорят, что им дают еду и хорошо относятся. Мы не можем доверять этим свидетельствам, так как перепроверить, свободно ли, говорили, вышедшие из Азовстали военные или под давлением невозможно. К тому же неизвестно, все ли они содержатся на оккупированных территориях Украины. Накануне российской интернет-издания 161.ру со ссылкой на силовые структуры в Ростовской области сообщило, 89 человек с Азовстали доставили в Таганрог. Официального подтверждения этой информации нет. Без учета украинских военных, которые еще могут находиться на территории комбината Азовсталь, Мариуполь полностью захвачен российскими военными и боевиками из так называемой ДНР. Как выглядят отдельные районы города после тяжелых боев, свежие кадры опубликовало агентство Франц Пресс. Иван Гребенюк. Настоящее время.